ПРОЛЕТАРИИ И КОММУНИСТЫ То есть, переходит манифест от анализа пролетариата и его положения в капиталистическом обществе, к анализу, кто такие коммунисты и какое у них отношение к пролетариям. И начинается этот раздел с вопроса, в каком отношении стоят коммунисты к пролетариям вообще? И ответ. Коммунисты не являются особой партией, противостоящей другим рабочим партиям. У них нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом. То есть, коммунисты это выразители коренных интересов рабочего класса, можно сказать. Коренных интересов пролетариата. Вот так можно интерпретировать вот это положение. При этом коммунисты, продолжает манифест, не выставляют никаких особых принципов, под которые они хотели бы подогнать пролетарское движение. Коммунисты отличаются от остальных пролетарских партий лишь тем, что с одной стороны в борьбе пролетариев различных наций, они выделяют и отстаивают общее, независящее от национальности интересы всего пролетариата. То есть, подтверждают мысли это, развивают манифест, что они выражают общие интересы всего пролетариата, независимо от нации. И с другой стороны, отличаются они тем, что на различных ступенях развития, через которые проходит борьба пролетариата с буржуазией, они всегда являются представителями интересов движения в целом. Вот так начинается второй раздел манифеста. Далее продолжается. Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных пролетарских партий. Формирование пролетариата в класс, неиспровержение господства буржуазии, завоевание пролетариатам политической власти. Вот эта задача, она и сейчас перед нами встала, потому что капитализм к нам вернулся, и поэтому первое, что мы должны сделать, сформировать пролетариат в класс. Вот. И затем, сформировав в класс, то есть класс, который способен отстаивать свои интересы, вот, и затем неиспровержение господства буржуазии и завоевание политической власти. Далее говорится. Теоретическое положение коммунистов ни в какой мере не основывается на идеях, принципах, выдуманных или открытых тем или другим обновителям мира. Они являются лишь общим выражением действительных отношений происходящей классовой борьбы. Выражением совершающегося на наших глазах исторического движения. Уничтожение ранее существовавших отношений собственности не является чем-то присущим исключительно коммунизму. Все отношения собственности были подвержены постоянной исторической смене, постоянным историческим изменениям. Вот такой анализ дается, как бы, теоретического положения коммунистов по отношению к пролетариату. И далее манифест говорит. Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной собственности. Но современная буржуазная частная собственность есть последнее и самое полное выражение такого производства и присвоения продуктов, которое держится на классовых антагонизмах, на эксплуатации одних другими. Вот, то есть буржуазное общество держится на эксплуатации. Ну, кого? Пролетариатов, в первую очередь, и других трудящихся. Поэтому манифест говорит, в этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением. Уничтожение частной собственности. То есть, после завоевания политической власти, стоит задача уничтожения частной собственности. Этоплантация человека-человеком. Естественно. Итак, далее. В манифесте сказано. Нас, коммунистов, упрекали в том, что мы хотим уничтожить собственность, лично приобретенную, добытую своим трудом собственность, образующую основу всякой личной свободы, деятельности и самостоятельности. Заработанная, благоприобретенная, добытая трудом собственность. То есть, говорите ли вы о мелкобуржуазной, мелкокрестьянской собственности, которая предшествовала собственности буржуазной. Нам нечего ее уничтожать. Развитие промышленности ее уничтожило и уничтожает изо дня в день. То есть, уничтожение личной собственности, то есть, тот, кто себя заработал, не ставится коммунистами задачей, а именно уничтожение частной собственности, основанной на эксплуатации, на присвоении чужого труда. Именно об этом речь идет, а ни о каком присвоении личной собственности не может быть и речи. Далее. Капитал – это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих членов общества, а в конечном счете только совместной деятельностью всех членов общества. Итак, капитал не личная, а общественная сила. Следовательно, если капитал будет превращен в коллективную, всем членам общества принадлежащую собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится лишь общественный характер собственности. Она потеряет свой классовый характер. То есть, капитал, который создается трудом, должен быть повернут на то, чтобы он принадлежал всем членам общества, а не буржуазии, которые присваивают себе труд. И далее. Манифест переходит к наемному труду, к анализу наемного труда. Здесь говорится, средняя цена наемного труда есть минимум заработной платы, то есть сумма жизненных средств, необходимых для сохранения жизни рабочего, как рабочего. Следовательно, того, что наемный рабочий присваивает в результате своей деятельности, едва хватает для воспроизводства и его жизни. Но мы как-то, когда капитал изучали с Александром, об этом говорили подробно, что только часть труда затрачивается на воспроизводство рабочей силы. И по этому поводу говорится, что в манифесте мы хотим уничтожить только жалкий характер такого присвоения, когда рабочий живет только для того, чтобы увеличивать капитал, и живет лишь по стойку, поскольку этого требует интересный господствующего класса. В буржуазном обществе живой труд есть лишь средство увеличивать накопленный труд. В коммунистическом обществе накопленный труд – это лишь средство расширять, обогащать, облегчать жизненный процесс рабочих. То есть, в отличие от капиталистического общества, в коммунистическом накопленный труд будет служить для улучшения жизни трудящихся. Так надо понимать это положение манифеста. Далее, о свободе личности говорится в манифесте. Что по этому поводу, на чем хотел бы я остановиться. Здесь говорится, под свободой, в рамках нынешних буржуазных производственных отношений, понимая свободу торговли, свободу купли и продажи, но с падением торгашества, падет и свободное торгашество. Вы приходите в ужас от того, он обращается к буржуазии, что мы хотим уничтожить частную собственность. Но в вашем нынешнем обществе частная собственность уничтожена для девяти десятых его членов. Она существует именно благодаря тому, что не существует для девяти десятых. То есть, собственность частная обслуживает только буржуазии, только примерно одну десятую часть населения. Далее, сказано в манифесте, коммунизм ни у кого не отнимает возможности присвоения общественных продуктов. Он отнимает лишь возможность посредством этого присвоения порабощать чужой труд. То есть, отнимает возможность эксплуатации. Все возражения, направленные против коммунистического способа присвоения и производства материальных продуктов, распространяются также на присвоение и производство продуктов умственного труда. Подобно тому, как уничтожение классовой собственности представляется буржуа уничтожением самого производства, так и уничтожение классового образования, для него равносильно уничтожению образования вообще. Образование, гибель которого буржуазия оплакивает, является для громадного большинства превращением в придаток машины. То есть, и образование будет при коммунизме, согласно манифесту, поставлено, конечно, совершенно на другую основу. Далее, о семье говорится в манифесте. Здесь, конечно, несколько шире сказано, но я только суть, хочу изложить только суть, потому что читать надо манифест каждому самостоятельно. Итак, что по поводу семьи? Уничтожение семьи, даже самые крайние радикалы возмущаются этим гнусным намерениям коммунистов. На чем основана современная буржуазная семья? На капитале, на частной наживе, в совершенно развитом виде она существует только для буржуазии. Буржуазное разглагольствование о семье и воспитании, о нежных отношениях между родителями и детьми, внушают тем более отвращение, тем более разрушаются все семейные связи в среде пролетариата, благодаря развитию крупной промышленности. Чем более дети превращаются в простые предметы торговли и рабочие инструменты. Вот то, что я хотел по поводу семьи. Основное прочитайте сами здесь. Можно вспомнить работу происхождения семьи и частной собственности, которую мы также рассматривали на кружки и также прикрепим к ролику. Да, да. Далее, коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество-национальность. Рабочие не имеют отечества, у них нельзя отнять то, чего у них нет. Национальная обособленность и противоположности народов все более и более исчезают уже с развитием буржуазии, со свободой торговли, всемирным рынком, с единообразием промышленного производства и соответствующих ему условий жизни. Господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение. Соединение усилий, по крайней мере, цивилизованных стран есть одно из первых условий освобождения пролетариата. То есть, держаться за национальную обособленность смысла нет, интересы пролетариата интернациональны. Так примерно, я думаю, надо понимать то, что здесь изложено в манифесте. Там уже остались торговые отношения? О них тоже, мы же сказали, выше было сказано, что по мере, значит, как тут сказано, еще раз тогда вернуться, что по мере развития капитализма они будут сами уничтожаться, эти отношения. Далее, вместе с антагонизмом классов внутри наций падут и враждебные отношения наций между собой. Вот по поводу наций. Далее, история всех до ныне существовавших обществ двигалась в классовых противоположностях, которые в разные эпохи складывались различно. Но какие бы формы они не принимали, эксплуатация одной части общества, другой является фактом, общим всем минувшим столетиям. Неудивительно поэтому, что общественное сознание всех веков, несмотря на все разнообразие и все различия, движется в определенных общих формах. В формах сознания, которые вполне исчезнут лишь с окончательным исчезновением противоположностей классов. То есть, пока существовали классовые общества, были и противоположности, и исчезнут они только в безклассовом обществе, то есть в коммунистическом. Поэтому, далее, манифест переходит к тому, каким же образом осуществить вот эти все положения, которые возможны только при коммунистике. То есть, он как бы анализирует революцию, говорит манифест о революции. И по поводу революции в манифесте сказано, что первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии. То есть, самый первый шаг это то, что пролетариат должен стать господствующим классом и завоевать демократию для большинства трудящихся, а не демократии, которая в буржуазном обществе существует для эксплуататоров, для меньшинства. Произошла просто подмена понятия самой демократии? Ну, определенный... Ну, если это тоже было... Да. Сама просто то, что демократия это один и тот же смысл. То есть, пролетариат должен стать господствующим классом. Что далее? Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, то есть, пролетариата, поскольку государство будет пролетарское, организованного как господствующий класс и, возможно, более быстро увеличить сумму производительных сил. это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения, то есть, при помощи необходимых мероприятий. Ну, а что значит деспотическое вмешательство в право собственности? Это социалистическая революция, надо понимать, как мы теперь уже понимаем. То есть, без этого, без социалистической революции никаких возможностей установления пролетарской демократии быть не может. Ну, и далее манифест расшифровывает, какие же возможны необходимые мероприятия для решения вот этой задачи установления господства пролетариата. Придется провести пролетариату. Вот, значит, манифест по этому поводу говорит, эти мероприятия будут, конечно, различны в различных странах. Однако, в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены следующие меры. Вот, пожалуйста, какие меры предлагает манифест после завоевания политической власти. Первое. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов. Второе. Высокий прогрессивный налог. Понятно, да? Третье. Отмена права наследования. Четвертое. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников. Тут, наверное, стоит пояснить, каких эмигрантов имеется. Эмигрантов. То есть, те, кто сбежал от пролетарской диктатуры, как правило, это будет буржуазей и их... Абрамовичи, Березовцы, которые вблизали, и их собственность мы конфискуем в пользу государства. Конечно, да. Это про них речь идет. Конечно, да. Всех эмигрантов и мятежников. Пятая мера, возможная мера, которую рассматривает манифест, это централизация кредита в руках государства посредством Национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией. Это, конечно, совершенно необходимо сделать, да. Шестая мера, централизация всего транспорта в руках государства. Седьмая, увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка подпашни и улучшение земель по общему плану. Восьмая, одинаковая обязательность труда для всех учреждения промышленных армий, в особенности для земледелия. Интересно мысль сформулирована промышленных армий. Девятая мера, которая, возможно, рассматривается манифестом, это соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению, устранению различия между городом и деревней. И десятая возможная мера, это общественное и бесплатное воспитание всех детей, устранение фабричного труда детей в современной его форме, соединение воспитания с материальным производством. Ну, по поводу этих мер, они, в принципе-то, конечно, совпали с тем, что произошло у нас в нашей стране, когда после социалистической революции, после 17-го года, мы теперь знаем, что эти меры, не только эти, но и другие меры возникали, и, в общем-то, многие из них успешно решались, но, к сожалению, видите, мы пришли к тому, что придется снова, видимо, эти мероприятия повторять, и те, которые накоплены историей строительства социализма в нашей стране. меры, которые вы перечислили в минифесте, они же, в принципе, такие же есть в работе грозящая катастрофа и как с ней бороться. Мы там же недавно распирались. Там же, в принципе, и национализация промышленности, банков, Ленин-то основывался именно на... Организация рабочих армий как-то, все это и есть. Ну, там уже более, как бы, не только теоретические положения, но там уже и опыт учтен, действия, революционные действия, там уже опыт и практика учтены в той работе, о которой ты говоришь. Ну, и заключительные мысли вот этого второго раздела. Здесь сказано, что, когда в ходе развития, исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках ассоциаций индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. Политическая власть в собственном смысле слова это организованное насилие одного класса для подавления другого. Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс, если путем революции он превращает себя в господствующий класс и в качестве господствующего класса силой упраздняет старые производственные отношения, то вместе с этими производственными отношениями он уничтожает условия существования классовой противоположности, уничтожает классы вообще, а тем самым и свое собственное господство как классовое. То есть вот эти слова нужно видимо понимать так, что итогом развития политической власти, политической демократии, пролетарской демократии должно быть то, что в ходе развития этой демократии исчезнут классовые различия и никакой необходимости не будет наличия господства пролетариата как класса. И на место старого буржуазного общества с его классовыми и классовыми противоположностями приходит ассоциация является условием свободного развития всех. Вот эта мысль манифеста очень важна, что для того, чтобы осуществлялось свободное развитие всех, нужно предусмотреть, чтобы были созданы условия для свободного развития каждого. Каждого трудящегося надо полагать, наверное. Не путается анархия. Да. А это следующая часть будет разбираться. Анархия будет. Ну вот собственно на этом положении и заканчивается второй раздел коммунисты и пролетарии. То есть пролетарии и коммунисты. Вот пожалуйста давайте какие есть вопросы или может быть что-то хотите высказать по поводу этого раздела. Мы как-то во время беседы все по-моему обсудили. Есть еще кого-нибудь вопросы? Ну я значит я считаю что очень важно когда мы решаем какие-то вопросы все-таки не забывать о том что многие положения вот они уже были рассмотрены были рассмотрены и надо просто их учитывать вот эти положения о том что без классовой борьбы без социалистической революции без установления диктатуры предприятия мы ни к чему не придем ни к чему а для того чтобы прийти к диктатуре предприятия нужно организовать класс как говорится в манифесте чтобы рабочий класс стал из класса в себе классом для себя то есть нужно внедрить социалистическое сознание и внедрить сознание что только он сам рабочий класс может что-то для себя сделать никто для него ничего не сделает никакие партии выдуманные обещания ничего только сам организовавшись сможет установить свою политическую власть об этом обязательно нужно всегда помнить второй раздел здесь как раз и начинает что мы делаем партия которая помогает рабочему классу выработать научное социалистическое сознание и стать басом для себя научное причем грамотное понимание положение класса я бы еще отметил что здесь в манифесте разбирается основная критика коммунистов женщина будет счастливить все будут лениться не будут в частности в принципе все эти сказки ходят до сих пор общие жены семью разрушили брак разрушили не будет разрешения на частную собственность никто ленится не работать и будут лежать лениться зачем работать денег вообще если внимательно рассматривать все нападки на на марксизм на научение марксистко-лининское то они заканчиваются тем что кто-то что-то придумывает близко к тому что говорилось марксизмом и начинает это же критиковать то есть свои выдумки начинают критиковать то есть как бы приписывать марксизм это как правило к этим причалится все те же выдумки опять же это манипуляция сознанием правил я бы на самом деле выделил еще момент по образованию отмена физического эксплуатации детей чтобы они не работали но при этом манифесте указано что все равно ребенок должен образовываться и для этого все равно должен трудиться обучаться трудом но трудом не для того чтобы на этом зарабатывать а на то чтобы воспитательная и развивающая часть еще наверное очень актуально было бы поговорить на тельную тему взять как раз про отсутствие отечества у пролетариата собственно об этом у Ленина хорошо сказали мультипоритурализм интернационализм и все это очень актуально сейчас в связи с тем что сейчас происходит как бы это положение здесь только выдвигается что у пролетариата а вот у Ленина это хорошо есть в работах я сейчас не могу сказать точно рассматривается почему у пролетариата нет своего отечества это есть по-моему у Маркса Англиса где-то есть в каких-то работах надо посмотреть на кружке мы этого не разбирали у рабочих которые трудятся по всему миру уже нет такого ощущения что они трудятся для какой-то своей страны области мы можем выйти на улицу посмотреть сколько джиков узбеков и вообще кружок речь идет в класс в обществе капиталистическом не вообще при этом если мы вспомним Советский Союз Великое Отечество социалистическое отечество в опасности социалистическое здесь уже совсем другое положение у рабочих здесь уже другое они уже можно сказать не пролетариат коллективный собственник средств производства как бы в социализме уже коллективный собственник уже не имущий не наемный рабочий как и в предыдущем разделе здесь можно каждый абзац брать и разбирать идеальную лекцию эту тему вы можете читать конечно